Так, вон. Так, ну, как думаете обществе этого? Ну, вы прекрасно понимаете, что любая катастрофа — это ужасно. Это не может вызывать положительных эмоций. Не, ну вот нам некоторые люди отвечали, что неправильно, что мы бандим, потому что вообще они охренели там. Если вопрос политический, то сейчас сложно отвечать на этот вопрос ввиду закона. Но в любом случае, когда видишь несчастных людей, разрушенное всё, что было построено, это не может вызывать положительные эмоции. Это не может. Пахнет. Украинский город. Верите вообще в то, что уже что-нибудь? Я просто не слежу за этим сейчас. А почему не следите? Проблем своих хватает. А как вы вообще думаете, вот почему гражданская инфраструктура разрушена, а не военные объекты, как нам обещали? Не, не знаю. Ну, насколько, если верить как бы нашим новостям, так скажем, или вообще источникам, то, что либо это не мы, либо там кто-то укрывался, либо случайно. Ну, отлично вы доверяете вот этой информации? Да. Серьезно? Да. Почему? Не знаю, потому что я просто лично сталкивался с тем, что... С русофобией? Да. А как это произошло? Да это повсеместно, ну, везде. То есть, когда-то поехали отдыхать, а у вас там русские проваливаются сюда? Ну, да, примерно так. У меня вообще два гражданства, то есть российская и одна из Европы, так скажем, но не украинская. Вот. И в той стране, где я был, там русских уже не любят, не знаю, лет 20. Что это? Видите, я не могу убить. Ну, наверное, это же здание разрушенное войной. Ну, да, если конкретней, то... Ну, это Бахмут. Про Бахмут кто-нибудь слышали? Ну, вообще, да. Слышал. Что думаете? Ну, война это страшно. И уже могу об этом думать. Это трэш. Это Бахмут. И там он всё раздолбанно, включая, гражданские дома. Как думаете, почему так? Нам же обещали, что там не будем трогать обычных гражданин. Я не знаю, я не хочу думать, честно. Ну, очень плохо, мне это очень не нравится. не думайте, что с Москвой может то же самое случится. Я не хотелось бы думать, ну, что угодно может на Северсице конечно. Конечно, это очень интересно. Вообще, как думаете, что это? Может быть, Чернобыль или какой-нибудь древний разрушенный город? Мы понимаем, почему вы плоните. Это наверняка ситуация на Украине. Ну, если вот верить людям, которые публикуют это, это бахнет. Вот видите, там вообще всё разрушено. Насколько доверяете таким фотографиям? Нормально. Не знаю, мне хочется верить, точнее, не хочется верить в то, что это действительно происходит сейчас в Украине. Но это наверняка происходит. Но наверняка, если вы спрашиваете, то наверняка это действительно так. Я лично думаю, что это похоже на правду. Но вот так сказать, то что я не могу проверить, я не могу, я не была там лично, то есть, я не могу сказать, так это или не так. Вот, но верить в это просто не хочется. Ну, к сожалению, это ковыряли. 21 век проедет. Способа ведения войны и не грязь, мы взяли риск. Вот, кстати, Путин же говорил вроде, что не будет никаких ударов производиться по обычным домам, по больницам. Ну, говорили про попутные потери, что, к сожалению, существует. То есть, ну, напрямую никто же не бьёт. Здесь попутные потери — это факт. То есть у меня отец военный, военная семья, и, то есть, ну, это действительно методичка всё это указывается. А мне кажется, что вот на этой, например, фотографии прям видно, как будто бы прям сюда и целились. Ну, посмотри, вот правее, допустим, правее идёт поле. Я могу предположить, что далее идёт линия фронта, и это просто попутный снаряд, попавший. То есть я не могу утверждать, но я могу тут предполагать. Но это выглядит страшно и грустно. Но, к сожалению, таково реально. И это ужасно. Что мне нужно сказать? Что это, типа, на Украине, и, типа, мы хорошие или плохие, наоборот. Ну, вот насколько реально вот это вот всё? Насколько доверяете? Насколько реально? Да. Ну, это реально. Такое бывает? Да. Вот это... Такое бывает, с этим ничего не сделаешь, друг. Угу. А в чём смысл видео, которое ты снимаешь? Мы снимаем для иностранцев, и им вот интересно мнение людей в России. Вообще по поводу ситуации у нас в стране, по поводу того, что происходит с нашей страной и другими странами. Мы, если честно, не хотим, потому что мы музыканты, и как-то с такой вот... Слушай, нет... С этим обсуждением просто не очень хочется поймать. В целом, такое бывает везде. Это... Это не только... А что, вы рэпчик пишете? Мы рэпчик пишем. Ну, типа того, да. Ну, вот вы сказали, что нельзя ничего с этим сделать. Почему нельзя? Люди такие. Очень много злых людей, очень много... Ну, к сожалению, это просто не в нашей компетенции. Ну, это не мы решаем, как... Началась не по нашему решению, так и закончится, скорее всего, не по нашему решению. У нас не тот менталитет. У нас не тот менталитет просто, чтобы люди могли бы что-то с этим с вами сделать. А можете зачитать что-нибудь? Зачитать? Такой легкий фристайл. Легкий фристайл? А, нам не бита. Оп, стал мокрым, как пинта. Бля, мой чап поет, как линда. Крутимся в этом, как шина. Давай. Вообще, толчок. Спасибо. Ну, вот как по-вашему, зашелся, началось. Потому что вот я с большим количеством людей общаюсь, и даже я не могу уже прийти к какому-то точному пониманию ситуации. Вот, потому что каждый раз мнение, ну, отличается от предыдущего, причем противоположную сторону. Кто-то говорит, что это, там, планы США, кто-то говорит то, что, там, Путин с ума сошел. Вот у вас какая-то теория ближе? Вы знаете, я несколько лет занимаюсь общественной деятельностью, и до войны я очень сильно критиковал власти. После начала всей этой истории, в принципе, мне многое стало понятно. Ну, я живу по принципу Бодрова. То есть, пока война, своих не критикуют. Но объективности ради, я так скажу. Вся эта ситуация... Посмотрите вокруг. Я вот сейчас вышел из кафешки. Как бы война идет, а я спокойно жру там, как ни в чем не бывало. То есть, у нас страна имеет очень хороший запас прочности, потому что мы сидим на ресурсах. Конечно, это нам выгодно, и мы настолько безответственно к этому относимся, что можем себе позволить не задумываться о том, как этого не хватает, ну, другим странам. Я считаю, что вся эта история происходит исключительно из-за передела собственности. Ну, то есть, условно говоря, война за ресурсы. Никому не нужна здоровенная какая-то северная страна. Почему говорят у нас по телевизору одно, потому что не будут мирных жителей трогать, а по факту вот мы видим разрушенные дома полностью? Ну, потому что обманщики. Ну, вот сами как относитесь к тому, что происходит? Ну, я отношусь негативно к этому всему. Вообще, возможно ли у нас как-то вот обычным людям поменять ситуацию? Или мы это не решаем? В нашей стране достаточно сложно. Достаточно сложно. И вы это тоже прекрасно понимаете. У нас настолько большая страна, и настолько по-разному живут люди, и настолько по-разному вообще всё, что мои ответы, наверное, размыты в данный момент, но даже в одной семье полярные мнения совершенно полярные. В итоге мы все разные, совершенно разные. И вроде книжки мы одни читали, но мы все разные. Я не знаю почему. Как вы думаете, конкретно вы можете повлиять как-то на то, что вот там происходит? Ну, один нет, как бы, а только в сумме, если с другими людьми. Ну, митинги выглядел хороший способ, но как-то в итоге мало что повлияло, к сожалению. В итоге, получается, мы заложники. Это, короче, Бахмут. А, ну это ужасно, да. Некоторые люди говорят, что мы правильно делаем. Нет, мы не считаем, что мы делаем. Надо фашистов уничтожить. Нет, мы так не считаем. Так что, очень важно, да, от безделья. Ну, вот, а как все-таки... И какая-то апатия присутствует в этом всем. Ну, мы это видим, что происходит, и мы ничего с этим не делаем, и не знаем, как себя вести в этой ситуации. Как и везде, происходит полный. Ну, как вообще относитесь вот к спинспирации? Ну, как еще относиться к войне? Ну, конечно, отрицательно. Ну, почему? Вот нам на это люди попадались, которые оправдывали, говорят, правильно, если бы мы первые не вторглись к спреину, то все, у нас было не река заплатила. Если бы это была как игра в шахматы, когда просто на отдельном поле там что-то делать, когда, не знаю, в этом участвуют женщины, дети, старики и прочее, ты бесчеловечный. Ничего не меняется, становится только хуже. Это отвратительно. А мы же можем ли мы как-то повлиять на это? И нужно ли нам на это влиять? Говорить об этом. Говорить. Много говорить. Показывать то, что не нравится нам, то, что происходит. Вот мы с вами можем как-нибудь на это повлиять? Или повлиять на тех, кто сейчас там? И вообще, нужно ли нам на это влиять? Честно, затрудняется ведь мне запрос. Но я думаю, что мы можем на это повлиять. Хотя я не знаю как. Иногда люди нам отвечают, что наоборот нужно это сделать. А иначе мы сами пострадаем. Ну, и много каких-то других причин находят, почему нужно все-таки бомбить дальше. А нацистов уничтожить? Ну, нацистов уничтожать, не знаю. Демилитаризация, будущее. Это уже дело принципа. И необходимость. Вот. Окей? Ну, не знаю. Сложно ответить. Вот, вот, вот. Окей, окей. Ну, знаю, ну, знаю. Сложно ответить, сложно.